С 1 августа началось комплектование групп в дошкольных организациях образования. Подробности в нашем материале. Напомним, теперь в каждой дошкольной организации существует своя очередь. Набор детей осуществляется по мере появления свободных мест. Проследить за этим и рассчитать свои шансы на зачисление в желаемый детский сад можно с помощью инстаграм-аккаунта отдела образования. Также родителям, которые уже подали заявку, придет смс-уведомление от службы 1414. Тем, кому пришло данное смс, им необходимо на него ответить. В зависимости от того, если они хотят пойти в этот детский сад, то они должны отправить код положительный. Если же они от него отказываются, они отправляют отрицательный код. В каждом смс-уведомлении свой индивидуальный код. Направление появится на сайте Индиго в личном кабинете. На этом сайте они в личном кабинете увидят свое направление и увидят кнопочку «Заключить электронный договор». Сегодня стартовала смс-рассылка для мам и пап малышей 2021 года рождения. В понедельник сообщения придут обратившимся для приема в организации с детьми 2022 года рождения. До шкаля 2023 года рождения будут набирать во вторник. Что делать, если смс-уведомление не пришло? Если смс-уведомление пришло, значит по вашему возрасту либо не набирались, как я раньше сказала, либо если набирались, значит ваша очередность не подошла. Стоит отметить, родители могут поставить своего ребенка на очередь сразу в четыре детских сада. Если вдруг, к примеру, у родителя в приоритете был определенный детский сад, к нему очередность пришла по тому саду, который он указал дополнительно, но все-таки он желает пойти в другой, он может это смс-уведомление проигнорировать либо отказаться. Еще такая ситуация, когда родитель ошибочно нажимает смс-уведомление, нажимает положительный ответ не по тому детскому саду. Что делать в этих случаях? В этом случае в течение пяти дней он должен дождаться, когда срок действия направления закончится. Специалист также рассказала о стоимости питания в дошкольных организациях. Согласно постановлению Акимата области, суммы не должны превышать 989 тенге в день для яселек и 1088 тенге в день для старших групп. Для льготников питание предоставляется бесплатно.